Самое массовое исчезновение людей в истории Таинственный ритуал, разгадать который пытаются ученые всего мира почти целое столетие И незавидная судьба украинских археологов, попавших под репрессии советской власти Киевский областной археологический музей Это молодое научно-просветительское и научно-исследовательское учреждение Находится на территории города с тысячелетней историей А его экспонаты и вовсе уносят на много тысяч лет назад Посетить этот музей приглашает не кто-либо, а сам первооткрыватель одной из древнейших культур мира Викентий Хвойко Простенький макет далеко не простого для своего времени двухэтажного жилища Которые сегодня называют Трипольской усадьбой или Трипольской виллой Двухэтажные дома, которые могли находиться на сваях, либо действительно быть двухэтажными Отображающий процесс и технологии построения домов Первый этаж служил для хозяйственных нужд Там не было никакого перекрытия То есть это земляной пол Там держали скот Стояло несколько печей и была кухонная посуда А вот на втором этаже люди уже жили И там даже разжигали огонь для обогрева Поскольку перекрытие второго этажа было из древесины и обожженной глины То есть очень крепкое Накрывалось такое здание крышей из камыша и соломы А между ней и вторым этажом чердак Поэтому некоторые ученые считают, что это чердачное перекрытие можно даже считать третьим этажом Вот такие более простые и куда более сложные дома Составляли трипольские поселения, именуемые прото-городами Но куда делись эти города? Почему все трипольские жилища исчезали в считанные минуты? И какова судьба одного из первых украинских исследователей трипольской культуры? В 41-38 веках до нашей эры на территории Украины, Молдовы и Румынии появляются самые большие города трипольцев И сразу же становятся самыми масштабными поселениями тогдашней Европы Одни исследователи объясняют строительство таких прото-городов высоким уровнем экономического развития трипольцев Другие – воинами и необходимостью защищаться от нападающих Существует и еще одна версия С некоторого периода, когда цивилизация стала стремительно расти и стало прибывать количество людей, которые приходили на эти территории Трипольские поселения стали постепенно превращаться в крупные города Соответственно, феномен трипольцев, пожалуй, один из самых главных феноменов трипольцев – это их невероятные по габаритам мощные и большие города с широкими улицами, с довольно большими площадями, с храмами в центре этих площадей Население трипольских городов достигает 15 тысяч человек И это при том, что тогдашние города, которые располагались на территории теперь цивилизованной Европы, да и других континентов, не могут похвастаться населением даже в пару тысяч В то время, как в трипольских мегаполисах все продумано до мелочей Обязательное наличие в доме ткацкого станка, обязательное наличие в доме некоторых удобств, которые улучшали качество быта семьи, проживающие там Тоже относит нас к довольно высокому уровню жизни людей, проживающих в этих городах Дома разделялись широкими улицами И, возможно, это следует отнести с пониманием того, что животные, которых утром выгоняли, вечером с подбищ загоняли, тоже должны были беспрепятственно проходить и возвращаться в свои дома Как свидетельствуют археологические раскопки, эти города выдержали и нападки захватчиков, и изменчивость природы Они не выдержали только одного – самих трипольцев и их странного ритуала Это особый обряд оставления жилищ и оставления поселений Они в своих поселениях, не только больших, но и маленьких, проживали только 50-70 лет, ну максимум до 100 лет А, возможно, и более лет, а в отдельных случаях и больше, трипольцы должны были переходить на другое место Они не просто так оставляли это поселение, рушили, забирая оттуда все имущество, они это поселение сжигали По окончанию этого периода они все свои ритуальные посудины и не только оставляли, наверное, в каком-то своем ритуальном предназначении в этих домах Их все наполняли горючими материалами – это соломой, камышом, древесиной, и город полностью сжигался А жители переходили на новое место обитания Еще одна интересная особенность – трипольцы сжигают не пустые дома, а заполняют их посудой, статуэтками, орудиями труда, зерном, мясом И только после этого сжигают То есть, я бы сказал, эта жертва даже по нашим временам была очень дорогостоящей В попытках понять природу этого явления ученые разработали несколько гипотез И одна из них характеризует трипольцев далеко не с лучшей стороны Трипольцы были как та саранча Все-таки отрицательная их такая черта Так как на построение таких больших поселений использовалось очень много древесины Земля уставала от постоянных посевов, пастбищ И кроме того, им, скорее всего, просто не хватало продовольствия Они пытались найти лучшие условия для жизни, лучшую землю для того, чтобы продолжать свою жизнь Хотя лесов было вокруг предостаточно, а людей мало Но они все равно вели хозяйство так, чтобы не истощать ресурсы вокруг того места, где они жили Они умели это организовать так, чтобы на одном месте можно было кормиться десятки и даже сотни лет К тому же такая теория не подходит для маленьких поселений, которые также поддерживали эту загадочную традицию А традиция просуществовала около двух тысяч лет Есть версия, что так как жили они вместе со скотом, удерживаемым в основном на первом этаже Могли возникать какие-то болезни То есть они таким образом очищались То есть была причина для того, чтобы они их сжигали А так как это все было довольно-таки систематизировано Существует еще одна версия, что это своеобразное жертвоприношение Но даже в истории с жертвоприношением среди ученых нет единой точки зрения И существует как минимум две версии Как раз на этот период 50-70 лет приходится полное затмение Луны А так как по одной из версий они поклонялись этой Луне, то есть как символу одного из божеств То они делали вот такое большущее жертвоприношение А сами уходили на новое место обитания, ожидая лучшей судьбы для своего потомства Это было сделано для того, чтобы души предков, связанные с этим жилищем Потому что строили его предыдущее поколение Основывали эти поселения предыдущее поколение Они были привязаны к этому Они находятся в этом мире И нужно проводить какие-то обряды, чтобы их шановить И нужно проводить какие-то обряды, чтобы их чествовать Чтобы почтить их капитально, раз и навсегда нужно было все это сжечь И тогда с огнем, с дымом все это попадало в определенные сферы, где пребывали души этих покойников Души с их набейщиками Единственное, что осталось от некогда могущественных городов-трипольцев, их руины в земле До модельки жилищ, которые находят на местах их поселений И насколько они полезны при изучении этой древнейшей культуры, настолько же и загадочны Ведь для чего трипольцы их делали, ученые однозначно так и не ответили Необходимо сказать, что многие народы и племена, заселяющие другие земли в это время Имели некоторые похожие модели глиняных домов Но, в частности, каким-то удивительным образом отголосок этой культуры создавать модели домов либо храмов Проявится через много тысячелетий в культуре этрусков Которые будут выполнять такие аналогичные глиняные модели домов Но предназначение их будет четко определенное Представители древней цивилизации этрусков, населявшие северо-запад Апеннинского полуострова В первом тысячелетии до нашей эры и предшествовавшей римской цивилизации Использовали глиняные модели домов для захоронения в них праха умерших Но, по утверждению ученых, которые занимаются исследованием именно космогонии и религии трипольцев Предназначение глиняных моделей у них совершенно противоположно Версий очень много Некоторые ученые предлагают такую версию, что у трипольцев был некий культ освещения строительства дома на разных его этапах В соответствии с этой теорией, когда трипольцы завершали определенный этап строительства дома Они создавали глиняную модель, отражающую уровень строительства Освещали ее и только после этого переходили к следующему этапу По завершении строительства, например, первого этажа этого дома Создавалась глиняная модель первого этажа дома Которая освещалась каким-то образом магическим ритуалом Потом, только по завершении этого ритуала, начинали строительство стен, например, дома По завершении стен точно так же возводилась модель дома со стенами, например, с содержанием внутренностью Очаг, лавы, на которых находилась посуда, с горном Исследователи уверены, даже перед возведением крыши Трипольцы сначала делали глиняную модель крыши, освещали ее И только потом накрывали свое жилище камышом и соломой Есть удивительные образцы домов, которые складываются как конструктор из трех частей Есть модель первого этажа фундамента, пола Есть модель домика со стенами, с начинкой внутри И есть отдельные глиняные модели крыш Такие глиняные модели – еще один пример уникальности культуры, которая обитала на землях Украины 7 тысяч лет назад Ведь подобного не знает ни одна европейская культура того времени И если, предположим, мы можем найти какие-то аналоги по созданию глиняных моделей домов или храмов у других культур, которые проживали в это время в Европе То нигде нет аналогов, чтобы этот дом создавался как глиняная модель по частям Очевидно, это связано с довольно сложным культом, либо ритуалом по освещению дома и его строительстве на разных этапах Но это всего лишь версия К тому же одна из многих Еще одна гипотеза связывает загадочные модели домов с не менее загадочным ритуалом сжигания этих же домов Сжигали все свои дома со своим основным имуществом и скарбом, унося с собой только самое необходимое, самое минимальное Возможно, что вот такие глиняные модельки своих собственных домов и своих храмов Они уносили с собой как то немногое, то единственное, что переносили на другую территорию, на другую землю, чтобы начать там снова отстраивать жизнь, привнеся, может быть, дух дома Сегодня археологам еще предстоит раскопать много новых поселений трипольцев, чтобы разгадать хоть некоторые из их загадок Возможно, в одном из них прячется и ждет своего часа подсказка, которая и поможет пролить свет Как в свое время это сделала модель трипольского жилища, найденная Валерией Козловской Она стала неоценимым подспорьем для последующих исследователей Но вот большевики, которые захватили в 20-е годы прошлого века власть, этого вклада в науку не оценили Со свойственной им хладнокровностью и жестокостью они истребляли украинскую интеллигенцию Не стало исключением и Валерия Козловская, первый археолог, нашедший глиняную модель трипольского жилища В июле 1933 года коммунисты арестовали археолога по обвинению в причастности к так называемой контрреволюционной организации Союз Освобождения Украины Хотя и вынуждены были освободить ввиду отсутствия доказательств, но к любимой работе ее уже так и не допустили В годы нацистской оккупации она работала в новосозданном краевом музее первобытной и древней истории Ну, отношения к людям, которые остались на оккупированной территории, вы представляете в советские времена Опять же, на этот раз исследователи не делают старых ошибок, видя, что было с их предшественниками в 30-е годы, они массово выезжают за границу Козловская понимала, что коммунисты ей не простят работы на оккупанта, как тогда говорили Поэтому вынуждена была в 43-м году навсегда покинуть Украину Кроме Козловской едут и другие Петр Куренный, молодая аспирантка Неонелла Кордиш, она там оказывается где-то аж на территории Соединенных Штатов Кто-то осел в Германии, кто-то переехал за океан Даже писательница Докия Гуменай, которая писала популярные труды о Триполье, и та прячется как можно дольше от Совета По некоторым данным, Валерия Евгеньевна вывезла с собой на Запад архив Хвойки и часть вещей из археологических коллекций Так ли это на самом деле, так и остается тайной Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok